О своем статусе я узнала в 2002 году, находясь в заключении. Система была такая, что ты сдаешь анализы и ждешь ответа. От этого зависит, куда дальше, в какую камеру ты пойдешь. Я понимала, что у меня будет дырявая ложка, что у меня будет другая камера. И когда я буду говорить где-то, что в какой ты камере находилась, всем будет понятно, почему я там находилась. Они помечали, что этими кушают ВИЧ-позитивные люди. То есть всегда стояла отдельно коробка с ложками, где была дырочка. А потом же ты в мойку все сдаешь, и уже мойщица, она видит где. И на тарелке, на краю железной эти миски, там была тоже дырочка. То есть она убирала это в сторону. Если сейчас разбираться, от чего я больше плакала, вряд ли я плакала из-за ВИЧ, потому что я реально не понимала всей угрозы. У меня не было столько информации об этом заболевании. Потому что тот образ жизни, который я вела тогда, ну, как бы сам по себе был настолько нелогичным и опасным, что что было страшнее, сам тот образ жизни или ВИЧ в тот момент, сложно сказать. Пришел человек, который не начинал там, с которым я не чувствовала себя виноватой. Я просто пришла к ней поговорить. Она сказала, что она такая же, как и я. У нее тоже есть статус. И мы стали говорить просто о том, какие я принимаю таблетки. И она говорит, если хочешь рожать, меняй схему. Пока сидишь, выйдешь как раз, ну, мало ли как там что. И то есть вот этот простой, житейский, девчоночий разговор. Ведь я, правда, могу выйти еще и родить. Почему бы и нет, собственно. И начать все сначала. И это кардинально меняет все. Оно не ежеминутно, но ты уже делаешь шаги такие, которые позволяют тебе встать на лапы, перестать винить себя. И вопреки своим статусам, недостаткам, возрасту, чему угодно, иметь жизненные силы, уверенность в себе, желание жить, быть любимой, любить и помогать другим.